Хочешь себе премиум танк, а голды даже на ИС-5 не хватает? Приложение Gold for Tanks. Выполняй задания различной сложности и начинай зарабатывать прямо сейчас. А для быстрого старта вводи мой реферальный код и получай золото для World of Tanks и Blitz совершенно бесплатно. Как только заработаешь свои 500 голды, тебе придет специальный бонус-код, который можно вывести в Steam. Хочешь зарабатывать еще больше? Оставляй положительные комментарии в соцсетях или Google Play со своим реферальным кодом и сможешь заработать 20% от заработка своих друзей. Начинай зарабатывать прямо сейчас и качай приложение совершенно бесплатно по моей ссылке в описании. Друзья, всем привет! Совсем недавно разработчики оставили для нас небольшой спойлер, некое пасхальное яйцо примерно как в фильме первому игроку приготовиться. Но мы давайте дружно разберемся, чего стоит ждать точно, а о чем вовсе даже мечтать нет смысла. Сообщение от Ильи звучит примерно вот так. Ждите пополнения в одной из веток, которая была на самом старте игры. Заходим в аналы истории и видим, что изначально в игре была американская, советская и немецкая ветка. Я не знаю точно, какую ветку там приготовили, но как по мне в игре не хватает только советского легкого танка 10 уровня Т-100 ЛТ. Но с вводом в игру, конечно, очень сильно сомневаюсь. А если говорить о немцах, то как раз ветки исследования не хватает ЛТ 10 уровня Rain Metal Panzerwagen. Все же лично сам склоняюсь больше к пополнению немецких машин, ибо ветка, которая заканчивается на RU-251, потеряла свой логический смысл. А так будет полноценная ветка немецких ЛТ. Идем дальше. Танки станут еще круче и реалистичнее. Ну здесь понятно, ждем улучшения графики, прорисовку боевых машин, детализацию и в целом новую физику, которая вряд ли даст возможность переворачивать свой танк в бою, такого точно не ждите. Хватает и так игроков, которые топятся на некоторых картах, не будем называть, вместо того, чтобы нормально играть. Физика будет направлена на улучшение подвески, ведь так кумарит, когда не можешь переехать какую-то кочку, либо просто застрял возле микротекстурки дома и не можешь проехать, то ли трава держит твой танк, то ли микрокрупинка. Из интересного, уже в обновлении 7.6 в игру добавят свободную камеру в реплеях, и теперь снимать видео для ютуба будет еще проще и, как по мне, более красивее, что лично для вас, зрителей, будет огромным плюсом. Также в 2021 году обещали добавить перемотку реплеев назад. Не знаю почему, но по техническим причинам ее добавить было достаточно проблематично, но обещали сделать, значит сделают. Но вы как считаете, добавят или все же нет? Также уже в обновлении 7.7 в игру должны добавить чехословацкую ветку средних танков во главе с ТВП Т-5051. Ветка будет начинаться с 6 уровня Шкода Т-25, и в целом могу посоветовать вам только накопить 24 тысячи боевого опыта на СТРВ М42, если хотите вкачать ветку в числе первых. Как видите, постепенно ветка европейских танков наполняется и обрастает корнями. Сейчас уже доступны для прокачки тяжи во главе с краном, итальянский СТ во главе с Проджета 65 и вскоре добавят ТВП Т-5051. Но думаю, на этом никто не будет останавливаться. Раз со временем в игру хотят добавить новую физику, и скорее всего, скорее всего, это будет нормальная подвеска, то еще одной веткой, которую стоит ждать в игре, будет шведский ПТ-САУ во главе с СТРВ 103Б. Ведь ПТ-шек в европейской нации пока еще нет. Знаю, она получила гидропневматическую подвеску, поэтому новая физика нам в помощь. Плюс это мобильные танки, поэтому, думаю, механика будет немного упрощена. Насколько сильно, не уверен, но явно будет попроще, чем в ББ. Плюс шведская самоходка уже мелькала в одном приложении, которое вроде бы как сотрудничает с Блицом. Об этом показывал в одном из своих видео Ужратый Гусениц. Название приложения я говорить не стану, чтобы вы не кричали, что это тоже реклама. Не забыл, конечно же, я и за новые карты, которые стоит ждать уже в этом году. Выход новых карт имеет довольно строгий график, и выходят они примерно только пару раз в году. В полку зимних карт пополнение. Теперь карте эшелон и зимняя малиновка будет не так холодно. Их холодной текстуры согреет пиксельное сердце еще одна зимняя локация. Самое главное, чтобы не было просадок фпс, как обычно раньше происходило на карте Химмельсдорф. Ох уж этот токсический снег, который сжирал фпс пользователя. Плюс еще одна карта, которая порадует сердечко сенсея, будет весенняя, то ли летняя красочная локация, напоминающая одну из деревушек Японии или Китая, как по мне они все одинаковые на вид. Но отличия, конечно же, есть. Ну и самая сочная карта, как по мне, это промзона. Игрокам из Большого Брата она уже давно известна, и скорее всего сто раз обкатана вдоль и поперек. В то же время меня зацепило огромное количество сооружений, различных конструкций, ангаров, плюс всевозможные вышки. Одним словом, потанковать на ТТшках здесь можно будет на славу, особенно на Маусе или на ИСе четвертом. Останется дождаться, чтобы их правильно забалансили и не было проблем с оптимизацией. Ну и, конечно же, нас просто закидают новыми премами, которых в игре уже примерно больше 200. Надо будет все их посчитать, кстати. А кто в курсе, сколько всего премов в игре? Напишите в комментарии, очень интересно. Давайте я просто перечислю все, что стоит ждать, чтобы не затягивать сильно ролик. Итак, ждем в игре польский тяжелый танк 9 уровня 50 ТП, бараню по типу ИСа 7, подобие щучьей морды, и высокий средний урон 440 за выстрел. Еще одной интересной канистрой будет шведский тяжелый танк 8 уровня Эмиль 1951. Вообще, первый Эмиль очень хорошо показал себя в рандоме. Очень порадовала крепкая башня. Если прем будет такой же, то барабанить серу можно будет с комфортом, как по мне. Не забыли и за польский средний танк 6 уровня Пудель. Вообще, 6 уровень для премов не особо интересный, как по мне. И кроме Кромвель Б нет особо крутых машин. Ну, Шмальтурн тоже ничего такой. И все. Давайте только Бесток 2, пожалуйста. Еще одна советская десятка, которую скорее всего добавят в сундучки, это как пить дать, будет Объект 260. На вид очень скучный, но как он будет в деле, поживем увидим. Немцефилам тоже скучать не придется, ведь в игру добавят премиум танк 8 уровня, который многие уже знают как Кананяга. На деле незаметная ПТшка с довольно большой скоростью и точной пробивной пушкой, но Альфа и ДПМ довольно средние. Главная фишка – это динамика и пробитие. Ну и последний танк на сегодня – советский средний танк 10 уровня Объект 907. Раз Т-22СР уже распродали и он продавался за голду, и его получили все, кто хотел, и даже я, то нужно добавить новую имбу в игру, которая переплюнет Т-22СР и будет хорошо продаваться в сундучках, либо будет вновь наградой на Новый год. Ну что ж, таков путь. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал и прожимать колокольчик. Всем хорошего дня и самое главное – танкисты. Играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть с чего играть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!